Первая суббота февраля – традиционный день встречи старых друзей, учившихся вместе в школе. Школа, ставшая когда-то первой и единственной для первых маленьких жителей Снечкуса, в этом году встречала своих бывших учеников в последний раз. Да, на самом деле я сегодня совсем неожиданно узнала, что это последний вечер такой встречи выпускников в нашей любимой родной школе. И на самом деле немножко грустно, потому что очень весело и приятно прийти и увидеть дорогие лица учителей, своих одноклассников. И очень такая уникальная, действительно красивая традиция. Очень жалко, что тут в последний вечер. Ну, очень приятно всех видеть. И всегда самые теплые и радостные, добрые воспоминания о школе и о всех вас. Спасибо вам большое. Первая школа в Висагиносе, здесь еще ничего не было, она уже была. Здесь был наш Виктор Филиппович, которого мы помним и любим до сих пор. Здесь наш педагогический коллектив, который нам дал обалденные знания. И мы их несем по жизни, я думаю, достойно, довольны. В эту большую школу пришли маленькие-маленькие детки, которые 10 лет здесь учились, набирались уму, разуму. И учителя очень сильно пытались на что-то вложить. Не во всех получилось, конечно, говорю про себя. Так дети выросли, у каждого началась своя жизнь. Кто-то уехал в Америку, кто-то остался в Литве. Всех разбросало по миру, у всех появилась своя жизнь. Но вот прошло уже 20 лет, даже уже и не верится. И все-таки мы смогли собраться, бросить все, бросить семьи, бросить детей. Они все уже понимают, уже поняли, отпустили нас. И мы собрались здесь вот дружным коллективом все-таки встретиться и вспомнить, как это было. Уже не все друг друга помнят. А то спрашивали, что ты тут делаешь на доске. Скажите, пожалуйста, принято решение, что первую школу присоединяют к Гадгимима. И школы, как таковой нашей, больше не будет. Где будем встречаться через еще 5 лет, еще через 10 лет? Да, у нас здание стояло в Третье. Наш город гостеприимный, я думаю, что мы где-нибудь найдем. Ну, здание-то не сносят. Во дворе школы будем, школа постоять будет. Фейерверк, присядем, пристанем, народу вон сколько много, тепло будет. Хорошо. Ну, на самом деле, насколько я знаю, что объединяемся с третьей школой. Если это правильные новости, так? Ну, наверное, в третью школу мы вряд ли пойдем. Мы все-таки не свои стены. Очень жаль. Не знаю, что будет здесь, но если нам позволят, было бы очень, конечно, здорово встречаться в старых пенатах, так сказать, в этих стенах родных. Ну, мне кажется, так. А с другой стороны, те, кто хочет увидеться, мне кажется, что совершенно не проблема. Найтися и увидеться в каком-нибудь другом месте, почему нет? Союз наш прекрасен, как Пушкин писал, друзья, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен. Поэтому место встречи мы всегда найдем. К сожалению, так вот получается очень обидно, но куда не денешься. Обстоятельства выше нас. Сколько лет вы приходите уже на встречу с выпускниками? Тридцать. Здесь в Висогинусе или вообще за свою жизнь? А, за свою жизнь больше, конечно. А в Висогинусе тридцать. Тридцать лет моему первому выпуску. Ребята, сколько лет прошло с вашего последнего звонка? Два года прошло. Вы первый раз приехали на вечер встречи или это уже второй? Второй. Он второй, я первый. Наша школа закрывается. Где мы будем встречаться через год, через 10, через 20 лет? Наша школа закрывается, но, может быть, не закроются родные стены. Постараемся встречаться здесь. Мы надеемся, но я думаю, он тоже так надеется, что однажды молодежь будет возвращаться словно птицы сюда, и они помогут городу и школе. Но это в будущем, и хочется верить, что не в таком далеком, как кажется сегодня. А в этот морозный субботний вечер старые друзья радовались встрече в родной школе, немного сожалея о том, что приехать смогли не все, и надеясь, что эта встреча была не последней. Ребята, вас увидят в Англии, в России, в Норвегии, в Финляндии, в Латвии, в Америке, по всему миру. Наверное, где-то живут ваши одноклассники, которые не смогли приехать сегодня. Может быть, что-то хотите им передать? Большой привет! Пусть нас не забывают, приезжают, хотя бы звонят, хотя бы пишут, хоть как-то о себе напомнят. Если мы им дороги. Здесь такой сайт, алистрируется. Если на одноклассниках, Павлов, тебе говорю сейчас, пишешь, что будешь участвовать, значит приезжать надо. А не в последний момент отказывайся. А то подумаешь, Чикаго. Спасибо вам большое, ребят, поздравляю еще раз. Спасибо. 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 Акламируется, да?